Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Этот график говорит нам о том, когда точно нужно покупать биткоин. И многим лучше не покупать биткоин до тех пор, пока на этом графике кое-что не случится. Лично я уже не первый год придерживаюсь простейшей стратегии покупки чего-либо, например, биткоина. Один раз в месяц на одну и ту же сумму я покупаю биткоин, несмотря на курс. Сегодня же я расскажу тебе кое-что гораздо интереснее. Но прежде я должен тебе объяснить, что это вообще такое. А это, ребята, график индекса доллара США. Он говорит нам о стоимости доллара США по отношению к остальным валютам мира. Когда индекс доллара растет, это означает, что доллар укрепляется по отношению к основным валютам. Если же падает, значит доллар слабеет. Почему мы должны следить за этим графиком? Потому что есть теория, что доллар США станет причиной полномасштабного валютного кризиса, а также национальных долговых кризисов. Причем масштаб этих кризисов будет таким, что 2008 год покажется просто детским садиком. Я знаю, что это звучит страшно, но если эта теория оправдается, представь себе, какая возможность купить у нас появится. Возможность поколения не меньше. Но при чем тут биткоин? И как с ним связана эта долларовая теория? Чтобы понять связи, нужно немного вернуться в прошлое. На улице 2018 год. До глобальной пандемии еще два года. На самом деле, достаточно спокойное время для рынков было. Почему я взял 2018 год? Да потому что тогда исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как ФРС США начали свою политику количественного смягчения. Другими словами, политику печатания денег. И как ты видишь, за 10 лет они увеличили денежную массу на 100%. Многие инвесторы, которых тогда называли золотыми жуками, на протяжении 10 лет с 2008 по 2018 кричали, покупайте золото, доллар обрушится до нуля, мы увидим гиперинфляцию, как в Венесуэле. Ты посмотри, как за 10 лет раздулось денежное предложение тогда. Но затем вышел некий аналитик Брент Джонсон и сделал самый противоречивый прогноз на моей памяти. Он сказал, нет, доллар не обесценится. Вместо этого, по его словам, доллар взлетит так высоко, что это спровоцирует рост больших проблем по всему миру. Например, валютные кризисы и долговые кризисы. Прогноз противоречит здравому смыслу, не так ли? Но это только на первый взгляд. Потому что если мы возьмем, например, закон спроса и предложения, он скажет нам о том, что если мы раздуваем количество чего-то, цена на это должна падать вниз. Печатаем кучу денег, печатаем кучу долларов, цена на доллар падает вниз. Но тот аналитик, которого зовут Брент Джонсон, сказал, подождите, да, ФРС США печатает деньги как сумасшедшее, но ведь и другие банки по всему миру делают то же самое. Например, Банк Японии или Европейский Центральный Банк. Они напечатали не меньше, чем ФРС США. Теория Джонсона называется, возможно, ты слышал, доллар милкшейк, либо же долларовый молочный коктейль. Потому что все эти напечатанные деньги превращаются в огромную волну ликвидности, которая смешивается в один коктейль по всему миру. Брент предсказал, что когда ФРС придется развернуть свою политику в обратную сторону и начать количественное ужесточение вместо количественного смягчения, это будет как трубочка, по которой ликвидность будет высасываться из других стран обратно, в США. Это сделает доллар США сильнее, чем когда-либо. Почему? Это ключевой момент всей теории. Но прежде чем мы к нему перейдем, не забудь поставить лайк. Я очень много тружусь над этими выпусками каждый день, и поэтому твоя поддержка всегда меня очень радует. Что бы я ни делал, я всегда нахожу время для того, чтобы сделать видео для тебя. Поэтому давай наберем около 3000 лайков, как обычно, чтобы это видео заметил алгоритм Ютуба. Ну а мы продолжаем. Итак, первое. Несмотря на все проблемы, доллар США был и остается мировой резервной валютой. Это означает, что большинство стран по миру проводят расчеты между собой в долларах США. Например, если какой-то бизнес из Алжира берет кредит из Франции, этот кредит предоставляется в долларах. И второе. Наверняка ты слышал о такой системе, как Петродоллар. Ее еще называют нефтедоллар. Благодаря этой системе большинство нефтяных сделок в мире проводится также в долларах США. Так что у нас существует целый долларовый рынок, циркуляция долларов, в котором даже больше, чем в самих США. Мир работает на долларе США. Нравится это или нет? И угадай что? Только ФРС США может создавать доллар. Что ж, они печатали его, особенно активно во времена пандемии, как ты видишь вот здесь. Они печатали его, чтобы все, кому он нужен, получили его. Но что случится, если ФРС США придется развернуться, то есть не заливать мир долларами США, а наоборот выкачивать из мира доллары США? В теории молочного коктейля деньги начнут утекать из других стран в США и находить там своего рода убежище. Есть две причины, почему это происходит. Во-первых, это спрос и предложение. Разные страны должны выплачивать долги в долларе, должны торговать в долларе, так что им нужны доллары. Но если предложение доллара падает, а спрос остается таким же, цена доллара растет. Вторая причина. Количественное ужесточение обычно идет рука об руку с повышением процентных ставок. Если американские казначейские облигации дают тебе высокие проценты практически без риска, зачем тебе держать деньги в евро или иене, если там проценты практически возле нуля? Все начнут продавать свои валюты за доллар, чтобы купить облигации. Это приводит к усилению доллара США. В этом есть огромный смысл на самом деле. Но мы же часто слышим о том, что правительство США и ФРС США бесценивают доллар. Это правда, но если мы посмотрим на остальные центральные банки, то увидим, что они делают то же самое. Просто доллар США, исходя из этой теории, лучший из худших. Но тоже плохой. Вот и все. Теория молочного коктейля фактически о том, что называют относительной силой. Это была лишь первая часть этой теории. Теперь мы переходим ко второй, той самой, которая связана с валютными и долговыми кризисами, которые может вызвать укрепление доллара. Итак, теория прогнозирует, что индекс доллара вырастет так сильно, что это спровоцирует худший финансовый кризис в истории, даже хуже, чем в 2008. В 2008 это случилось, потому что все использовали доллары как резервную валюту. Все рассчитывались долларом, брали долги в долларах. И поэтому даже сегодня национальные внешние долги многих стран выражены именно в долларах. Но помни, что бизнесы и компании в странах получают доход не в долларе, а в локальной валюте. Так что если доход остается таким же, но не получают меньше долларов после конвертации, им просто-напросто труднее выплачивать долги. Что происходит, когда они не могут выплатить долги? Начинается череда дефолтов. Компании, которые объявили дефолт, могут оказаться в ситуации, когда их активы будут арестованы. Но страны, а не компании, которые тоже объявляют дефолт, получают снижение кредитного рейтинга. После такого стране намного сложнее получить денежные кредиты и капиталы в будущем. Большинство стран не хотят, чтобы это произошло, поэтому что они делают? Они печатают больше своей национальной валюты, чтобы получить больше доллара в случае укрепления доллара. Но на самом деле это не совсем работает, потому что это приводит к еще большему обесцениванию национальной валюты по отношению к доллару. И, соответственно, доллар крепчает еще сильнее, что начинает еще больше давить на национальную экономику. Круг повторяется снова и снова, и может повторяться до тех пор, пока не закрутится спираль смерти. Так что это большая проблема, и, к сожалению, она вредит и тебе, как гражданину тоже. Возьмем, например, продукцию Apple. Все о ней знают. Они продают свои товары за доллары по всему миру. Но, к примеру, в 2022 году евро так сильно сдал позиции по отношению к доллару, что iPhone стоил 1300 евро, а не 1000 долларов. Это фактически на 30% дороже и только в 2022 году из-за проблем с валютой. Так что эта проблема очень большая, и ее простого решения не существует. Страны просто не могут собраться и сказать, «К черт у тебя, дядя Сэм, мы не будем платить долги в долларах, и вообще мы уходим от доллара». Это не сработает, потому что, во-первых, они даже не одалживали эти деньги у США, они брали их друг у друга. И второе, страны уже пытались это сделать. Например, страны Bricks, которые пытаются уйти от доллара. Но Брэнд Джонсон говорит, что это нужно было делать раньше. Почему? Потому что доллар США успел обзавестись тем, что называется сетевым эффектом. Кроме этого, давайте будем честными. Страны Bricks тоже навряд ли являются образцом финансовой ответственности. Так что да, когда доллар США взлетает, индекс доллара растет, мир оказывается между молотом и наковальней. Кстати, насчет решения проблемы я немножко соврал. На самом деле, страны могут позвонить Джайрому Паулу и сказать, «Мужик, ну ослабь ты этот доллар, нам это очень сейчас нужно». И он может это сделать, напечатать кучу долларов, снизить процентные ставки и все, все решено. Но есть одна проблема, называется инфляция. Инфляция находится на исторических пиках, каких мы не видели как минимум 20 лет. Да-да, даже после ее остывания на пару процентов, мы все равно видим, что даже до пиков 2008 года нам еще падать и падать. Администрация Байдена давит на ФРС, чтобы они сделали все, чтобы побороть инфляцию. Сама ФРС ставит целью 2% годовой инфляции, сейчас это 6,5%. Так что ФРС США тоже сейчас находится между молотом и наковальней. Если они сейчас развернут свою политику, чтобы спасать мировую экономику, инфляция вырастет даже еще больше, чем была. Потенциально может случиться даже гиперинфляция. Зато знаешь, что в таком случае может произойти. Но, конечно же, товары, акции, криптовалюты начнут взлетать. Золото, цифровое золото, биткоин, все это переживет колоссальный рост. Но вопрос на миллион, когда это случится? Когда ФРС США зальет деньгами мировую экономику, зальет ее дешевыми долларами? Если еще точнее, как высоко должен вырасти индекс доллара, чтобы ФРС США перестали проводить свою ястребиную политику количественного ужесточения? Перед тем, как поделиться своим мнением, я хочу сказать, что теория молочного коктейля, которую мы только что разобрали, на самом-то деле уже не совсем теория. Она уже прошла проверку временем многими способами. Вспомни, эта теория была опубликована в 2018-м, перед пандемией. Но во время пандемии мы видели, как она воплощалась на практике. Например, ковид, как видно на этом графике, заставил все центральные банки мира в абсолютном безумии печатать деньги. И когда это происходило, доллар сильно слабел, как мы видим вот на этом графике. Ну а биткоин и другие активы сильно росли. Но затем инфляция достигла супервысоких отметок в 2022-м, и ФРС была вынуждена начать разворот. С количественного смягчения на количественное ужесточение. Это рост ставок, вывод ликвидности с рынка, выселение доллара, как мы видим на этом графике вот здесь. Мы видели огромный рост индекса доллара. За несколько месяцев он стал параболическим и достиг отметок, которых не видели многие годы. Это привело даже к тому, что евро стал дешевле доллара. Это было очень странно. Так что Брэнд Джонсон своей теорией в 2018 году предсказал многие вещи. Я очень впечатлен. Конечно же, ничего на рынке не растет и не падает прямой линией длительное время. Коррекции случаются. Сейчас доллар США переживает такую коррекцию. После вот этого взрывного роста. Но Брэнд Джонсон говорит, что это коррекция перед продолжением роста индекса доллара. Но ты, наверное, думаешь, какая разница. Просто скажи мне, когда и что покупать. Вернемся к самому началу видео и вспомним о лучшей стратегии покупки биткоина раз в месяц на фиксированную небольшую относительно твоего бюджета сумму. Например, на 500 долларов в месяц. Это первое. Второе. Эта теория, как бы она не отыгрывалась за последние 5 лет, все-таки теория, а не руководство к финансовым действиям. Об этом говорит даже ее автор. Вывод всей этой теории. Когда индекс доллара взлетает как ракета, ты должен находиться в долларе США. Затем, когда начнутся дефолты компании и даже стран, когда ФРС начнет менять свой тон, именно тогда ты должен возвращаться в активы. Например, в биткоин. Когда доллар укрепится так сильно, что даже ФРС США капитулирует, это будет тот самый момент. Момент идеальной покупки. Но здесь есть два нюанса. В принципе, я считаю идеальной покупкой все, что мы покупаем на медвежьем рынке. Идеальной продажей же все, что мы продаем на бычьем рынке. При этом совсем не нужно пытаться ловить дно для покупки или хай для продажи. Так ты точно пропустишь и момент покупки, и момент продажи. Ты просто должен накапливать на медвежке, продавать на бычке. Вот и все. И второй момент. На этот раз все может зайти так далеко, что моментом капитуляции ФРС США будет не разворот их политики, а полная перезагрузка всей финансовой системы абсолютно по всей планете. Это может закончиться появлением новой резервной валюты, подкрепленной целой корзиной валюты товаров. Что это будет за резервная валюта? Ну, может быть цифровой доллар, может быть цифровой юань. Точно не сказать. Бренд думает, что это точно произойдет. И если это произойдет, мы можем оказаться в новой заднице с нашими покупками, даже если наша теория долларово-молочного коктейля сработает. Ведь доллар уже не будет мировой резервной валютой. Но что я точно могу сказать для такого жестокого сценария, это то, что твердые валюты с устойчивостью к цензуре, а биткоин является именно такой валютой, могут от этого только выиграть, как альтернатива цифровым валютам центральных банков. Как свободная альтернатива, нужно заметить. Ну, а меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о новых событиях из мира криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok